Знайомство со спецификой работы и коллективом. Телерадиокомпанию «Гомель» наведал старшиня Аблу Канкама Геннадь Соловей. Причем визит не был связан с записом программы Аблу Телешоу. Сустреча пройшла в вольном формате. На этот раз журналисты смогли поговорить с губернатором не на подземную тему, как это, конечно, отбывается во время официальных интервью, а задать жизненное вопрос. Ведомо поцикавились меркованием Геннадия Соловья о перспективах развития региональных СМИ. Марина Джалая с подровязностями. Реальная подорожность получалась с виртуальным. Возможно, в каждой студии для Геннадия Соловья демонстрировали фрагменты программ, ток-шоу, проектов, которые створаются командой телерадиокомпании «Гомель». Вот у этой студии отбывается запис информационных выпусков. Литерально про несколько минут журналисты и технический персонал приступили до записи нового титня. Губернатор означает, что головное объективно облегчить жизнь региона, выслухают разные меркования и приходят до створения программ аналитично. Тут же Геннадий Соловей огучевая пропонову створить на телебачене инновационный продукт. Для помощи в этом могут специалисты IT-сферы. Кировничество в области затекавлено в развитии личных технологий в регионе, тем больше у медиа просторы. У Центральной аппаратной губернатора знайомится структурой холдинга Белтелерадиокомпании и региональном сегменте БТРК. Геннадий Соловей нагадывая об этом, что представники улады, как и журналисты, повинны быть там, где есть проблемы, ставить у Центр интересы человека да помогать людям. Самое главное в вашем качестве это должно быть вот эта объективность. Мы, как всегда, доступны и власть доступна, потому что мы стоим на страже наших интересов в Республике Беларуси, а вы эту информацию доносите для наших простых людей и всех других. Но это объективная информация должна быть. Побач в кабинете режиссера у Геннадия Соловейа знайомится спецификой монтажу информационных выпусков и телепрограмм. Размова и об актуальности використания беларуской мовы на телебачене. Штудионные выпуски новинов беларускомовные. Наступная кропка – у соседнем будинку. Тут так само телестудии и радио. До эфира застается осягонь некольких хвилин. У студии диджея Татьяна Ушакова, Катерина Календа, радиоведущий Сергей Негеревич. Кінец Соловей с цикавостью, не зирая за их работы, одночасово уносит свои пропановы. Наприклад, робить невеликые выпуски об житии кожных районов Гомельщины. Кабжихар, наприклад, Хойников на радиохвалях почував тем, что отбывается у Кармете Лоеве. Завершается подорожа по медиапросторы телерадиоцентра у эфирной телестудии. Недавно она целиком обновилась. Тут же губернатору демонструють презентационный ролик телепрограмм. Усеяны на слуху. Диалог, головная тема, земля наша, бизнес-план, добрый вечер, Гомель, народный майстер. На развитание губернатора огучивая уластные идеи, які народились под час наемства с телекухней. Наприклад, они тучатся створения на переданні новогодних святов ролика про новую чароную резиденцию Деда Мороза у Лясковичах. А еще Генец Соловей нагадывая об тем, что улада завсюди подтримает актуальные идеи, якими можно не только разнастаять телеконтент, але и объеднать громадство в ворошенні знаковых пытанів. Наприклад, об створении меморияла на месте трагичных падей часу Великой Ачинной войны у вёсцы Алла Светлогорского района. У летку наша здымошная бригада наведвала гэты журботные мясціны. Нагадаем, вёска была спалена фашистами за один день. У студене 1944 года у Аллу согнали же хору яше шести населенных пунктов и спалили их у хатах. У жудосных пакутах тут загинули 1758 человек, 950 их – дети. У сукупності гэта як 12 хатыньев, дарыши пасля вайны вёску так и не одновили. А вось народная память об гэтой жахливой падее живе. И гэтая память, дякуючи людям и патрымце уладов, будя для устравана лепшими майстрами у выгляде архітектурной композиции. Марина Джала, Яуген Макенко, телерадо, компания «Гомель».